Одной из разновидностей патронташей, которые используют стрелки, причем стрелки самых различных толков, является так называемая бандольера или бандольер. Существуют споры филологов, в каком роде, в женском или мужском, но суть от этого не меняется. Бандольер это патронташ, который, как правило, одевается через плечо, вот так вот накость, и в котором располагаются патроны. Первое, что приходит на ум, либо революционные матросы, которые перепоясаны пулеметными лентами крест-накрест, ну либо там мексиканские мучачас, которые носят с собой запас определенных патронов. Но суть состоит в том, что бандольера это один из самых универсальных, один из самых надежных, один из самых практичных видов патронтажей, которые можно использовать. У меня в руках бандольеры от известного производителя стрелкового оборудования компании Хаста. Они отличаются в данном случае размером. Это бандольер размером М, это бандольер размером Л. Соответственно, на 50 патронов и на 55. Это удобно в том смысле, что вы можете подбирать размер бандольеры по своим потребностям, по своей комплектации, по своему росту и по одежде. Например, на зиму вполне возможно имеет смысл использовать бандольеру более длинную, налито на теплое время года более короткую. Но смысл в том, что конструктивно эти бандольеры весьма схожи. Здесь мы имеем синтетическую стропу, причем стропа очень высокого качества, которая сшита вот под таким вот углом и, соответственно, сконфигурирована таким образом, что ее можно носить через плечо. На внешней стороне мы имеем эластичную ленту, в которой, собственно говоря, и прошиты вот эти самые карманчики или, как правильно говорить, газыри для вставляемых патронов. Конструкция бандольеры цельная, она здесь зашита под таким вот прямым углом, причем зашита жестко. И я считаю, что подобный конструктив бандольеры, он очень оправдан. То есть, если мы можем найти на рынке бандольеры, которые застегиваются на Fastex, с одной стороны, это очень удобно, потому что мы имеем легкую посадку бандольеры на стрелка и быстрый сброс. Но, с другой стороны, бандольеры – это, как правило, патронтаж последнего шанса. То есть, повышенные требования к надежности этого патронтажа крайне критичны. А высочайшую надежность можно достигнуть только тогда, когда мы имеем вот такую вот цельную конструкцию. Поэтому вот такое вот решение считаю вполне оправданным. Помимо двух вариантов решений по размеру бандольеры компания Хаста предлагает три цветовых решения. В данном случае это койот, есть абсолютно черная. И вот эта вот такая композиция, когда мы имеем черную стропу и оливовые газыри, она называется Хаттер. То есть, каждый по своему вкусу, разумению, потребностям может подобрать себе тот вариант, который ему подходит наиболее. Бандольеры – это универсальный патронтаж, который подойдет, в первую очередь, наверное, это практическим стрелкам, во вторую очередь, наверное, охотникам, потому что это быстро, удобно и очень оперативно в доступе. Ну и, само собой, бандольеры – это очень неплохой вариант для самооборонных целей. То есть, в соответствии с нашим незаконодательством мы храним оружие незаряженным. То есть, другими словами, в случае предполагаемой самообороны, мы должны иметь оперативный доступ к патронам. А бандольера в этом смысле, ну и существующих вариантов, подходят наиболее лучше всех остальных патронтажей. То есть, мы на одной стропе имеем какой-то набор патронов, которые хранятся у нас недалеко от оружия. И в случае возникновения такой ситуации, мы быстренько берем бандольер, вешаем себе через плечо и, таким образом, можем, являемся уже боевой единицей полноценно. Это не, в пример, быстрее поясных патронтажей, потому что поясные патронтажи, они привязаны к сложению стрелка, к одежде стрелка, к сезону. Бандольера – это самое универсальное из всех решений. Здесь у нас в козырях располагаются патроны, причем мы можем расположить патроны разных типов. Например, вот здесь в белой гильзе у нас находятся дробовые патроны, в синей гильзе находятся пулевые патроны и они здесь вот разделены пустым газырем для того, чтобы оперативно можно понимать, где какой патрон ближе. Также патроны можно располагать как вверх донцем, что удобно для стрелка, также можно располагать вниз донцем. Все опять-таки зависит от того, какой навык стрельбы вы имеете, какой вы навык тренируете, как вам больше удобно, как вам больше с руки. Причем бандольера может быть одета, вот как в данном случае, через левое плечо, так и через правое плечо. Это в первую очередь зависит от того, вы лево руки или право руки стрелок, ну и во вторую очередь это зависит от того, какой рукой вы дозаряжаете свое ружье. То есть, если процесс дозарядки осуществляется по классике, то что называется левой рукой, то в данном случае, безусловно, имеет смысл одевать патронтаж под бальяру через левое плечо. Если вы дозаряжаетесь правой рукой, ну, соответственно, через правое плечо. Если мы заряжаемся левой рукой, то у нас бандольера, соответственно, одета через левое плечо. Выбираем нужный тип боеприпаса, поставим на лоток, перевернули и и традиционно заряжаем ружье через лоток. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Особой фишкой бандольера от компании Хаста является то, что она изготовлена из довольно-таки качественных материалов. А для бандольера самым важным, на мой взгляд, является качество вот этой вот резинки, из которой сформированы газыри. Так вот, я этой бандольерой пользовался уже какое-то время, и при этом газыри, они не разбиваются. То есть, плотность посадки патрона при этом сохраняется такая же, как и в начальном виде, что считаю, несомненно, огромным плюсом именно бандольера от компании Хаста.